В Щелкове на паркете манежа универсального спорткомплекса Подмосковья в минувшую субботу состоялась игра первого тура западной конференции париматч Высшей Лиги по мини-футболу России. С хозяевами поля, с Щелковским Газпром Бурения встречались футболисты из команды «Спартак Донецк». Для гостей этот матч – дебют в соревнованиях Высшей Лиги, а для щелковских футболистов – после неудачного полуфинала в прошлом сезоне и получения бронзы. Все игры 2020-2021 годов должны стать попыткой выйти в плей-офф и занять первую строчку в турнирной таблице. Несмотря на то, что встречались однозначно очень неравные по статусу и опыту команды, игра получилась интересной. Дебютанты и игроки из Донецка сумели оказать серьезное сопротивление. После первого гола, который щелковцы забили на 11-й минуте, «Спартаковцы» сумели сравнять счет. Очень красивый мяч влетел в ворота хозяев поля с ноги Станислава Филатова. И хотя первый тайм закончился со счетом 3-1 в пользу «Газпром Бурения», во второй 25-ти минутке у гостей были моменты, когда они даже владели инициативой. И все-таки главный тренер команды Сергей Задорожный признал, что футболисты из Донецка чаще отставали в темпе игры, и им не удавалось завершать атаки. Реализации. Ее не хватает и в тренировках, ее не хватает и в играх. Мы играли 4 товарищеские игры, где создали большое количество голевых моментов и упускали победы. То есть, долгое время не было у наших игроков, у 70% наших игроков, вот таких соревнований. Во втором тайме щелковцы уверенно повели в счете и забили 4 гола. Игра окончилась с очень внушительным перевесом. 7-1. Мы настраивались только на победу. Первый матч у себя дома. Знали, что команда очень хорошая, крепкая, с хорошим подбором футболистов. У них было на самом деле очень много контратак во втором тайме, чем я недоволен. И они могли нам забить, но хорошо сыграл наш вратарь в эти моменты. А так, думаю, что все по делу. Мы создали огромное количество моментов. Мы больше били поворотом, мы больше владели мячом и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что победа по делу. Андрей Юдин сообщил, что после состоявшегося анализа матчей прошедшего года, состав команды в основном останется прежним. Но точечные изменения будут. Щелковская команда «Газпром-бурение», как отметил ее главный тренер, ставит амбициозные планы на нынешний игровой сезон. Андрей Цеханович, Михаил Трушин, Щелковское телевидение.